Сегодня я вам расскажу про ManFramer или как мы импровнули скорость сборки нашего проекта. Все я буду показывать и рассказывать на примере Android, но если ваш проект можно собрать через терминал, то это применимо и к любой другой платформе. Кстати, поднимите руки, кто не является Android-разработчиком, у кого нет Android-бэкграунда, чтобы я понимал. Окей. Тогда я чуть более подробнее буду рассказывать Android-вещи. Меня зовут Илья Ашкнай. Я работаю в EPUM Systems на позиции Lead Software Engineer. У меня уже более 7 лет опыта в Android-разработке и около 4 лет я лидую текущий проект. Немного о моем проекте. Это огромный проект. Он уже 8 лет девелопится и продолжает девелопиться. У наших продуктовнеров куча планов и они, похоже, что никогда не закончатся и мы не останемся без работы. Проблема, которая у нас есть, нам необходимо поддерживать несколько релизных веток и между ними переключаться, если нас просят исправить что-то в одной либо в другой ветке. Кроме этого, у нас есть проблема, что проект достаточно огромный. В 8 лет разработки это большое время. За счет этого у нас проект сам по себе долго синхронизируется. Я чуть позже расскажу, что это такое для тех, кто не Android-программист. И кроме этого он еще и долго компилится. Прямо непростительно долго. Так, немного слов еще о проекте. Наш проект имеет 14 брендированных апп. У нас есть 10 стран, у каждой из которых есть свое брендированное приложение. А некоторые страны хотят даже сразу два брендированных приложения. Эти 10 стран имеют еще 9 инвайроментов. Production, Pre-production, Lab и прочее. Еще у нас есть возможность переключаться между дебаг и релиз сборкой. Ну, в принципе, как у всех разработчиков. И если мы все это дело перемножим, то мы получим цифру 252 билд-варианта. Что это значит? Это означает, что если вы откроете Android Studio и нажмете Build Variants, вы увидите список из 252 вариантов. И выбрать оттуда вариант, который вам нужен, чтобы собрать, я не знаю, production. Основное приложение вам нужно из этого огромного списка выбирать. Это прям очень неудобно. И к тому же за счет этого падает скорость сборки проекта и синхронизации проекта. Так, а давайте теперь померим, сколько времени занимает переключиться с одной ветки на другую, собрать проект, сделать несколько изменений в коде и снова собрать проект. Все замеры я делал на моем Mac Mini. У него следующая конфигурация. Это Core i7, процессором 2.3, четырехъядерный и 16 гигов оперативы. Итак, сколько же занимает сборка проекта на такой машине? Синхронизация. 13 минут. То есть мне нужно просто 13 минут подождать, чтобы я мог начать вообще что-то делать. Так, для тех, кто не Android-разработчик, что такое синхронизация? Это вещь, которую делает Android Studio для того, чтобы проект проиндексировался, чтобы у вас работали переходы между классами, чтобы, в общем, вся магия Android Studio работала. Без этого он вам просто не даст собрать проект. Кстати, здесь еще вот эти 13 минут, в них не вложено еще скачивание всех зависимостей. Я их уже скачал, и это время только на то, чтобы вот он все проиндексировал. И это нужно делать каждый раз, когда вы переключаете одну релизную ветку на другую, при условии, что у вас есть изменения в Gradle файлах. У нас обычно они есть просто потому, что мы банально даже обновляем версии библиотек. После того, как прексинканулся, его можно скомпилить. Компиляция занимает еще 7 минут и 5 секунд. После этого, после того, как прошло… Так, несколько слов о том, как я делал замеры компиляции. Так как я делал много замеров на разных машинах, то проблематично каждый раз сначала замерять скорость сборки, потому что она каждый раз разная. Поэтому я запускал Gradle Tasks с параметром reruntasks. Он перезапускает полностью все таски, как будто бы проект запускается с нуля. Это позволяет, даже если я проект запускаю не с нуля, сделать так, как будто бы он собирается с нуля и померить производительность. 7 минут 5 секунд, затем я делал какие-то изменения в коде, и второй раз собирается проект за 2 минуты 55 секунд. Итого, чтобы переключиться в какую-то ветку, сделать несколько изменений в коде, мне необходимо потратить 23 минуты. Это прямо очень много, и мы не можем с этим мириться. Вопрос к андроид-разработчикам. Как можно импроввнуть скорость сборки проекта? Ну, смелее. Да. Да, многомодульность. Это расскажет Егор. Это хороший point. Да, давай еще. Да, инкрементальная сборка, да, тоже верно. Так, если нет больше поинтов, давайте я расскажу, как мы это делали. Во-первых, 13 минут занимается синхронизация проекта. Это очень долго. И как это можно импроввнуть? Можно отфильтровать все ненужные билд-варианты. Даже если… Для начала я отфильтровал все релиз-варианты, потому что они, в принципе, не нужны обычным разработчикам. Обычные разработчики в релиз-варианте собирают крайне редко проект, поэтому им это не надо. Если нужно, они просто включают релиз-варианты, и они появляются в списке. Только отфильтровав релиз-варианты, мы уже уменьшаем список два раза. Далее. Я говорил, что у нас 9 инвайрментов. На самом деле их 8, и один есть дополнительный инвайрмент, в котором есть возможность переключаться между всеми инвайрментами. Такой билд мы обычно не шарим на QA, но наша дев-команда использует его, и, в принципе, им достаточно в одном билде установить один билд, и с него переключиться, например, с продакшен на препродакшен, если в этом есть необходимость. Итого, если мы разделим 126 на 9, мы получим 14 билд-вариантов. И 14 вариантов… Список из 14 вариантов – это гораздо проще, чем список из 252 варианта. Кроме этого, можно включить всякие импрументы Gradle. Они у нас уже были, но я для теста их отключил. На самом деле, так как большинство из них работает на инкрементальной сборке, то на слайдах вы не увидите большого импрумента, но он тоже есть. Кроме этого, необходимо следовать всем рекомендациям Gradle, это использовать последнюю версию, использовать только нужные плагины, не использовать динамические версии, не писать какой-то лишний код, который может замедлять скорость синхронизации проекта. И что еще? Мультимодульность. Чем больше у вас будет модулей, которые не зависят друг от друга, тем более эффективно может Gradle, Android Studio, собрать ваш проект, просто потому что их можно, работу все можно параллелить максимально эффективно. Про это вам более подробно расскажет Егор в этом же зале в 15 часов. Приходите, будет интересно. Так, итого, наш прошлый результат. 23 минуты. После импрументов. Скорость синхронизации проекта упала практически на 7 минут и составляет 5 минут 30 секунд. Это уже прирост. Компиляция первая. 6 минут 5 секунд. На самом деле, как я говорил, все эти флаги, которые я рассказывал, они больше влияют на скорость сборки проекта, когда вы не первый раз собираете, а второй, третий, четвертый. Поэтому здесь не такая большая разница, но даже так плюс минута – это уже хороший результат. И вторая сборка занимает 2 минуты 5 секунд. На 50 секунд меньше. Итого, чтобы переключить советку, сделать изменения, мне понадобится 13 минут 40 секунд. Это уже большой прогресс. Практически 10 минут, но все равно 13 минут 40 секунд – это достаточно много. И мы решили, конечно, мы не останавливаемся на достигнутом. Мы работаем над импрументом нашего проекта, мультимодульность, все дела. Но мы решили зайти с другой стороны. А что если проект компилить не на моей тачке, которая достаточно слабая, а взять какую-то крутую ремоут-машину, настолько крутую, насколько у нас есть, или мы можем себе позволить и на ней собирать проект. И тут нам на помощь приходит монфреймер. Это такая тула, которая позволяет запускать вашу команду на ремоут-машине. Она там выполнится и вернет вам полностью результат. Как это работает? В случае с нашим проектом. Она синхронизирует полностью папку проекта, затем она выполняет команду, которая бы выполнялась на локальной машине. На локальной машине происходит выполнение этой команды, так же, как если бы это было на ремоут-машине. Выполняется выполнение этой команды, так как если бы было на локальной, и затем результат синхронизируется назад. Если сборка проекта, допустим, выполнение таска локально выглядело как Gradleway Assemble Debug, то в этом случае нужно нам просто добавить в начале монфреймер, и все, что после него, он выполнит на ремоут-машине. И его назад вам вернет результат. Как настроить монфреймер? Настройка достаточно простая. Первый этап. Вам нужно настроить ремоут-машину. Тут все просто. Вам необходимо включить доступ по SSH, чтобы любому к нему подключиться. Нужно установить весь софт, который вам необходим. Android SDK, NDK и прочее. Все, что вам нужно. И вам нужно на этой ремоут-машине создать для каждого девелопера отдельного пользователя, если у вас больше одного девелопера в команде. Ремоут-машина. Вам нужно скачать дамлоут в монфреймер ран файл. Его можно скачать по этой ссылке. Я сейчас немного расскажу, что за он. В конце ссылка тоже будет, не переживайте. Зачем он нужен? Все вы знаете Android-разработчики, что у нас 14 билд-вариантов, и между ними нужно переключаться. Когда вы переключаетесь между ними, Android Studio записывает эту информацию в специальный файл. Мы этот специальный файл партим, и это нам позволяет динамически генерировать билд-команду для сборки проекта. За счет этого у нас нету каких-то дополнительных вещей, которые нужно руками каждый раз переписывать, если я хочу переключиться с одного приложения на другого, или с environment A на environment B, потому что вся сборка происходит в командной строке, и по факту на ремоут-машине выполняется командная строка. Это первый пункт. Он достаточно простой. Нужно просто скачать файл в случае с Android-проектом. Второй пункт. Нужно не скопировать ваш SSH-кейн на ремоут-машину. Это нужно для того, чтобы каждый раз при сборке проекта вам не приходилось вводить пароль. И третье — это настроить, собственно, указать вашего юзера и указать ремоут-машин name, либо IP-адрес. Все просто. Все настолько просто, что поместилось в видео длиной примерно в 3 минуты. Сейчас вам покажу. Первое, что я делаю. Создаю mainframe.run файл. Создал, открыл браузер, уже вставил линку, которую я вам пошарил в презентации, скопировал содержимое. И вставил, собственно, этот файл. Затем этот файл нужно сделать исполняемым. Для этого в командной строке я пишу ch-mod плюс x и указывает файл. Все. Теперь он исполняемый, его можно вызывать через SH. Далее нужно установить mainframe.run плагин. Это не обязательно, но он вам упрощает немножко жизнь процесс настройки. Без него пришлось бы вручную скачать mainframe.run файл и вручную создать конфигурацию папки для игнора и конфига. Можно без него, но с ним чуть быстрее. И если вы iOS-разработчик или кто-либо другой не расстраивайтесь, что его нету, процесс чуть-чуть сложнее, но не критично. Так, он у меня уже установлен. Далее я конфигурю проект. Ну вот, собственно, что делает плагин. Он уже мне говорит, предлагает, какую версию mainframe я хочу скачать. Просит меня указать моего юзера и адрес ремоут машины. И снизу просит указать дефолт команду. Она один раз указывается, и потом, когда я создаю build-таски, она уже по дефолту подставляется. Все просто. И еще он просит меня выбрать темплейт. В данном случае выбираю Android. Это означает, что он будет знать, какие Android папки нужно синхронизировать, а какие не нужно. Например, для Android-разработчика не нужно синхронизировать папку build, когда вы что-то собираете на ремоут машине просто потому, что она не нужна. Но при этом обратно мне нужно синхронизировать папку build, потому что там, в принципе, все, что мне нужно после сборки. Когда мы это сделали, переходим в папку с SSH. Генерим SSH-ключ, если у вас его еще нет. И копируем его на ремоут машину. Дальше мне необходимо создать новую конфигурацию. Создается обычный Android-проект. Я его обычно называю appremote, либо что-то там remote. А указываю себе, как обычно, модуль, который нужно собирать. И build-таску я удаляю дефолтную Gradle-таску и вместо нее ставлю mainframer make-таску. И здесь он уже по дефолту мне подставил путь к mainframer и мою дефолтную команду, которую указал ранее. Нажимаем окей. Так, создался. Он у меня выбрал вверху. Открываем Android-эмулятор. Это виртуальная машина попросила еще ввести пароль. Запускаем сборку проекта. Вся моя папка синхронизировалась на ремоут машину. Там собрался код. Мне обратно вернулась АПКшка. И Android-студия сейчас ее установит, как если бы вы это делали локально. Валя. АПКшка установилась. При всем этом процессе ваш ноут не взлетает. Если проект достаточно большой, и вы можете с ним комфортно работать, и он не… Gradle не выжирает всю вашу оперативную память. Вот. Сейчас еще покажу еще один пример. Я просто поменяю строку. Еще раз вам покажу, что это действительно работает. Я поменяю Hello World на Hello Mainframer. И нажимаю запустить. И компилится, синхронизируется, возвращается, устанавливается АПКшка и установка. И вот результат видно на экране. Hello Mainframer. Так. Идем дальше. Так. Где это работает? Из коробки это работает на всех Unix-системах и на Mac OSI. Вот. Но у нас большинство разработчиков пользуются Windows. И там мы тоже смогли это завести с помощью Windows Subsystem Linux. Вот. Можно еще использовать Cygwin. На Windows процесс настройки чуть сложнее за счет того, что вам нужно еще поставить себе Linux. Вот. Как под систему. Но при этом вы работаете все еще в Windows. И работаете точно так же, как я показал на видео. Просто нажимаете кнопку собрать проект, он у вас собирается. Вот. Все просто. Так. Дальше мы начали экспериментировать. Мы взяли временную машину. Та, что у нас была в наличии. Это вот Core i7-7700. Четырехъядерный с частотой процессора 3,6 ГГц. И оперативной памятью 32 ГБ. И начали проверять, а действительно ли все это круто работает. И как быстро проект собирается. И так, как вы помните, самый лучший результат у меня был на моей машине 13 минут 40 секунд. На ремонт машине. Во-первых, у вас становится, если вы посмотрите сейчас, зеленого нету. Зеленый это Sync. Он бесплатный. Прям вообще бесплатный. Потому что вам не нужно синхронизировать ваш проект. Это нужно сделать один раз на локальном машине, да, для того, чтобы проект проиндексировался. Но когда вы переключаетесь между ветками, в принципе, вам это не нужно уже делать. Даже если вдруг вы захотели его сделать, чтобы прям у вас вся мощь Android студии работала, вы можете это сделать, но при этом никто вам не мешает компилить параллельно, потому что Sync проходит на вашей локальном машине, а сборка проекта идет на ремонт машине. Скорость компиляции. 1 минута 10 секунд. Мы прям выиграли практически 5 минут только на скорости сборки проекта. Это колоссальный результат. И теми другими способами мы бы добивались его гораздо дольше. И повторная сборка проекта после нескольких строчек изменений занимает теперь 30 секунд. Итого, до этого было 13 минут 40 секунд. Теперь стала минута 40 секунд. Мы прям выиграли 12 секунд, 12 минут. При этом не написали ни строчки кода. Просто взяли тачку помощнее. После этого мы пошли дальше. И захотели себе купить на постоянную тачку помощнее. Мы взяли Core i9 восьмиядерный. Частота та же самая. 3,6 гигагерца. Мы туда поставили 64 гига оперативки. И взяли самый быстрый SSD на 1 терабайт. Сколько такая конфигурация стоит? Всего лишь 2 500. У нас на проекте не было проблемой за requested comp. Как только я показал предыдущий слайд. Немного в другом виде нашему менеджменту. Они сразу сказали, да, покупаем. Давайте теперь сравним Core i7, который я до этого показывал, с Core i9, который мы приобрели. Первая сборка на Core i7. Синк бесплатный. Core i7 минута 10. На Core i9 минута 0,7. На самом деле небольшой результат. Мы ожидали больше. Но 3 секунды это уже неплохо. Мы хотя бы не проиграли. Это уже хорошо. Вторая сборка занимает 20 секунд. Еще 10 секунд мы сэкономили. Итого минут 40 против минуты 27. Результат не супер крутой, но он есть. В чем же хорош Core i9 восьмиядерный? Если сравнивать его с Core i7. Тем, что когда начинает много человек работать одновременно, компилить на этой машине, так как там больше ядер, он себя лучше показывает, и проект быстрее компилилится. Кроме того, если у вас мультимодульность, чем больше модулей, помните, чем больше ядер мы можем задействовать, тем эффективнее собирается ваш проект. На этом графике я сравнил Core i7 против Core i9. Я не знаю, видны ли всем цифры. Я сейчас попробую про них рассказать. Снизу указаны по столбцам. Скорость сборки проекта, если собирает один юзер, два, три, четыре, пять. И так вот до восьми. Как мы видим, на один-двух юзерах результат примерно одинаковый. На трех юзерах мы уже проигрываем. Core i7 проигрывает где-то семь секунд. На четырех юзерах проигрывает уже 35 секунд. Это четыре юзера прям одновременно сели и начали компилить проект с нуля. На пяти юзерах мы уже проигрываем 50 секунд. На шести, семи и восьми я уже не сравнил, просто потому что Gradle обычно тянет гигов восемь, оперативки, так примерно, семь-восемь, а так как в той машине у нас было 32 гига, то в этом не было необходимости, просто потому что там график улетел бы в космос из-за того, что оперативной памяти не хватает, и там подключался бы своп, и все это дело бы работало очень медленно. На самом деле наша команда сейчас состоит из 12 человек, и у нас никогда не было ситуации, чтобы прям восемь человек сели одновременно и начали проект с нуля компилить. Обычно мы, ну, три юзера одновременно компилить. При том, что все эти цифры, вы видите, это первая компиляция, это не вторая, и обычно редко люди компилиют, прям все набросились и компилиют с первого раза. Второй раз компилить все гораздо быстрее. Так, я вам сейчас рассказывал, как работает, сравнивал все с Mac Mini, но на самом деле это моя домашняя машина, а я работаю я на вот этом вот MacBook, в следующем конфигурации. Это Core i7 шестиядерный с частотой процессора 2.6 и 16 гигов оперативы. Интересно посмотреть, насколько та наша мощная машина обгоняет мой практически топовый MacBook. Итак, как мы помним, минута 27 – это лучший результат для ремоут-машины, для первого запуска MacBook. Во-первых, синхронизация. Она опять появилась, потому что мне нужно сделать ее при переключении ветки. Она занимает 3 минуты 11 секунд. Уже собрать на ремоут-машине быстрее, чем у меня проект синканется. Собрать проект занимает еще 2 минуты 37 секунд. И после нескольких изменений еще минута и 13 секунд. Итого, чтобы исправить какой-то баг, переключиться ветку, мне нужно потратить 7 минут и 1 секунду, чтобы эти изменения собрать. Против 1 минуты 27 секунд. То есть даже с топовым MacBook я получаю огромный прирост. А еще мой MacBook не греется, он не шумит, он просто работает, как печатная машинка. Какие плюсы мы еще имеем от этой ремоут-машины? Во-первых, у вас появляется дополнительная операционная система. Это Linux. Почему это важно? У нас на проекте, часть нашего проекта может быть собрана в релиз-моде только на Mac или на Linux. и до этого у девелоперов с Виндой не было возможности собрать в релиз-моде проект. Теперь она у них есть. Они могут просто зайти на эту ремоут-машину и собрать все, что не собирается на Винде. Второй плюс — это ремоут-кэш. Ремоут-кэша у нас нету, потому что это премиум-фича Гридла. Но если она у вас есть, то как это может работать? Так как все девелоперы собирают проект на одной машине, то результат сборки этого проекта хранится на одной машине. И если другой девелопер заходит, например, в ветку дев, и кто-то перед этим уже собрал эту ветку дев, нету смысла ее собирать заново, потому что она уже собрана кем-то другим, и результат он прямо на этой тачке. Тебе нужно просто вернуть. И в этом случае, если настроить ремоут-кэш, то при переключении между ветками у вас даже скорость компиляции первая будет равна нулю. Просто потому что уже кто-то до вас ее собрал. Мы идем в эту сторону. Возможно, на следующем году мы вам расскажем про то, как мы настроили ремоут-кэш или вообще ушли с Гридла. Еще один дополнительный плюс – это дополнительная сяя машина. Как вы помните, у нас очень много брендов, очень много стран, но очень много инвайроментов, и все заказчики хотят кучу билдов. И теперь у нас есть возможность собирать эту кучу билдов за ночь. До этого у нас не было возможности собрать кучу билдов. У нас работало три машины, и они не могли собрать того количества билдов, которые может собрать одна эта машина за ночь. Какие минусы? Во-первых, первый минус, который мы заметили, это после рестарта Android Studio появляется Gradle Task. Вот тот, который я вручную удалял, он все равно появляется, потому что Android Studio считает, что я налажал, и нужно все равно Gradle Task добавить, иначе как же… Чувак, как же ты соберешь Android проект без Gradle Task? Фикс есть, он достаточно простой. Нужно Android Studio запретить это делать, указав вот этот вот флаг. Его можно, в принципе, нагуглить. Вторая проблема. Иногда винда примерно раз в месяц может залочить папку build output. В эту папку синхронизируется результат сборки проекта. И если винда это сделала, то у вас будет установлен старый билд. И по итогу вы вроде бы сделали изменения, собрали проект, запускаете, а у вас ничего не поменялось. На самом деле это бывает так редко. Примерно раз в месяц, а то и реже. У меня даже есть ощущение, что за месяц девелоперы ни разу не перезапускают свою машину, и поэтому в какой-то момент винда просто лочит эту папку. Это не проблема, если перезапускать тачку и если читать логи. Еще один минус. Это если же все-таки ваш билд не успешен. Android Studio обычно вам подсказывает, где конкретно была проблема, и вы можете легко нажать на результат и перейти в файл, где прям конкретную строчку, где эта проблема. В случае с ремонт-сборкой у вас просто текст, и он похож на кликабельный, но на самом деле он не кликабельный. Вам нужно вручную навигироваться, открывать там поиск файлов, там переходить, писать вручную название класса и переходить в конкретную строчку. Это не критично, но нажать было бы, конечно, быстрее. Так. Ну, собственно, все. По этому QR-коду можно скачать от mainframe run файл. По ссылке можно скачать mainframe, но его так легко нагуглить. Вот. Ваши вопросы. Ребят, нет вопросов? Все легко, понятно. Спасибо за интересный доклад. Если брать в разрезе многомодульности, то есть насколько сборка ускорилась? Про это Егора скажет. Он там прям замеры делал. Я не замерял. Точно быстрее, но сколько не могу сказать. Хорошо, спасибо. Задай вопрос Егору. Могу вам еще рассказать, если вопросов нет, могу рассказать, какая еще проблема есть. С обновлением Android Studio периодически mainframe plugin обновляется не так оперативно, как Android Studio, и он может просто не работать. Но, как я говорил, это не проблема. Нужно просто вручную тогда создать все папки и создать mainframe make task. Кстати, сейчас это mainframe версия 2. Девелопится третья версия. Правда, планов на ее релиз пока нет. Как скоро она будет зарележена. Но в этой третьей версии планируется сделать mainframe системной тулой, прям, чтобы ее можно было легко установить, чтобы ее можно было легко сконфигурить для любого проекта. И еще киллер фича, которую туда завезут, это синхронизация результата прямо во время сборки проекта. То есть вы, проект собирается, у вас бинарник генерится, и он прямо сразу же вам долетает. Сейчас он во второй версии, он ждет, пока все пройдет, вся команда выполнится, только после этого делать sync. Кстати, еще по поводу synка забыл сказать. Он это делает суперэффективно. Для этого используется rsync, такая линуксовая тулла. Например, если ваше приложение весит мегабайт 30, и вы делаете изменения в одной строчке кода, нужно пересобрать полностью APK файл и заново вернуть. Вот если бы использовалось обычное копирование через SSH, то вам пришлось бы отправить 30 мегабайт назад на локальную вашу машину. В случае rsync, так как на уровне бинарника изменилась совсем маленькая часть, ему нужно отправить, ну не знаю, килобайт 200, вот эту разницу между бинарными файлами. За счет этого synка получается очень быстрой. Независимо от того, неважно, насколько большой ваш проект. Может еще вопросы появились? Да. Есть ли аналоги для AS или других систем, мобильных платформ, приложений, возможно, даже настольных? Для iOS все… iOS можно же собрать приложение в командной строке? Да. Тогда все это применимо к iOS. Единственное, вам нужно в Xcode завести какую-нибудь кнопочку, типа собрать, и там вызывать с командной строки сборку вашего проекта. Если этой кнопочки нету, я не знаю, мне кажется, в Xcode можно же завести такую кнопку, да. Вот. В крайнем случае в терминале можно собирать, вам будет приходить результат, но тогда и вручную нужно устанавливать. Это немножко неудобно. Лучше завести кнопочку, которая будет сидеть за вас. Вот прямо сейчас возник у меня вопрос. А если проект не скомпилировался, как ошибка? Прямо так же, как если бы локально у тебя он не скомпилился. Ну, у нас Android Studio красиво там раскладывает по папочкам, там все красненьким светится, что-то зелененьким, что-то красненьким. А так у тебя будет просто лок, почему не собрался проект. Как если бы ты собирал его на CI, например, и у тебя проект упал, вот точно такой же лок тебе придет. Ну, если вопросов больше нет, тогда всем спасибо. Спасибо всем. Хорошего дня. Там еще небольшая очередь за кофе, поэтому предлагаю воспользоваться. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok